Здравствуйте! В эфире новости корреспонденты Первого Карагандинского и Ягуль Нуржакен. Расскажем вам о главных событиях этого дня. Сегодня в программе. Степной пожар унес жизни двух человек. Масштабная акция «Дорога в школу» продолжается. Карагандинская аллея звезд пополнилась новым именем. Что видят гости Караганды, когда прибывают в наш город и выходят из вокзала? Мусор, который, как перекати поле, носится по площади. Каково мнение становится о нашем городе? Наши корреспонденты попытались разобраться, почему нарушаются санитарные нормы и где службы, которые должны убирать территорию. Вокзал – это место встречи, которое изменить нельзя. Это радостное место. Здесь впервые знакомятся с городом, а первое впечатление бывает самым ярким. А выходя на площадь, гости в первую очередь видят что? Как она прекрасно реконструирована и сколько бюджетных денег было на это потрачено? Нет. Они видят безобразный мусор, который цепляется за их ноги. Смотрите, мусор поваляется. Просто у нас невоспитанные люди. К цивилизации они еще не привыкли. К культуры нет, воспитанности нет. У себя же дома такие мусор же не делали. Это нехорошо, конечно. Как центр города. И должно быть красиво, уютно все. Все согласны, что красота спасет мир. Но этого не надо ждать. Надо элементарно отслеживать санитарное состояние территории. Санэпидемстанции разводят руками. Сейчас в моратории мы ничего не можем сделать. Но мораторий – это не вседозволенность. Он не снижает ответственности людей, отвечающих за порядок на территории вокзала. Жители 6-го микрорайона, примыкающие к ним, возмущены грудами мусора, которые не убираются месяцами. Все пригородные автобусы, которые выгружаются и делают парковку в районе наших же домов, сразу же выкидывают свой мусор. Помимо этого, на это никто не обращает внимания. Вот как едешь вдоль дороги, так и везде лежат вот эти мусорные кучи. Лежат месяц, два, три. У нас проводятся акции «Мы за чистый город». Административная полиция штрафует заброшенные мимо урны окурок. А может быть, общественности вместе с администрацией города серьезно заняться вокзалами? Нужно только желание. Может быть, надо направить вместе с пассажирами дальнего следования памятки о том, что жители нашего города борются за чистоту улиц. Пусть все знают, что у нас в Караганде не принято сорить. Мы с уважением относимся к шастерской столице. А пока мусор так и бросается в глаза. Нерешаемых проблем нет. Есть нерешительные люди. Давайте вместе наводить порядок в родном городе. Сергей Высокосов, Айдын Жакан, Бахтия Руспанов, 1-й Карагандинский. ДТП в Карагандинской области. Арестован сбивший насмерть девушку полицейский. Абайский районный суд санкционировал арест заместителя начальника по оперативным вопросам Юго-Восточного отдела полиции УВД Караганды Жансерика Дауренбекова, который на служебном автомобиле, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил насмерть 26-летнюю девушку. Дауренбекову было предъявлено обвинение по двум статьям УК РК. Нарушение правил дорожного движения, повлекшие тяжкие последствия в виде смерти человека и оставление места ДТП. В изоляторе виновник ДТП в Карагандинской области будет находиться два месяца, то есть на период проведения расследования, после чего либо арест будет продлен, либо мера пресечения будет изменена судом. Напомним, 24 августа на трассе возле поселка Топа Рабайского района Карагандинской области заместитель начальника Юго-Восточного РОВД Жансерик Дауренбеков сбил насмерть 26-летнюю девушку и скрылся с места ДТП. Как показала экспертиза, 30-летний полицейский управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Также выяснилось, что служебным автомобилем он завладел незаконно, забрав его со служебной парковки возле полицейского участка. Ажан Серик Дауренбеков является сыном Ахима поселка Нура-Талды Шельского района и родным племянником заместителя начальника Департамента внутренних дел Карагандинской области Булата Ахимбекова. Полицейский, совершивший ДТП, в результате которого погибла 26-летняя девушка, по итогам решения дисциплинарной комиссии ДТП Карагандинской области, уволен из органов внутренних дел, ряд руководителей были освобождены от занимаемых должностей. В отношении полицейского судом избрана мера пресечения ареста. Расследование продолжается. В Карагандинской области во время степного пожара погибли два человека. Это случилось в Жанаркинском районе Карагандинской области, где произошел крупный степной пожар, в результате которого два человека погибли и двое пострадали, сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям региона. 25 августа в сельском округе Актау Жанаркинского района в 13 километрах от села Райс произошел степной пожар. Площадь горения составила около 2000 гектар. Пожар был ликвидирован на утро следующего дня. При его тушении получил отравление угарным газом и скончался 37-летний глава крестьянского хозяйства Максат. С различными травмами попали в больницу три человека. Один из них тоже скончался в больнице. Сейчас в данный момент один пострадавший в поселке Атосу в больнице находится, тоже в тяжелом состоянии. А также одного человека привезли в Караганду, в областную клинику Макожана. К тушении пожара были задействованы силы ДЧС и добровольных пожарных формирований. 72 человека и 21 единица техники. Причина пожара выясняется. Впереди короткая реклама. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal. Galvin. Hercules. Торговая марка Galvin представляет. Эконом серия профиль Galtec 53 серии. Эконом система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм. Представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система профиль Galvin. Профиль Galvin 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия эксклюзив. Пятикамерный профиль Galvin 70 серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Galvin выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Лето заканчивается, а нерешенных проблем в жилом фонде оказывается множество. Дом 4 по проспекту республики. Горячей воды нет, как нет. Дети травмируются во дворе. Домовой счетчик воды поставлен без учета нужного диаметра трубы. Наши корреспонденты побывали в этом странном доме. Такие общие исходы стали традиционными в доме номер 4 по проспекту республики на юго-востоке Караганды. День заканчивается обычно обсуждением неполадок и возможностей их устранения. Только беда в том, что многое жильцы не в силах исправить собственными силами. Вот, скажем, теплотранзит подготовил трассу к зиме. Но КСК и жильцы не в восторге от такой услуги. Вот задвижки теплотранзита. Посмотрите, в каком они состоянии. Здесь даже нету самого барашка. Если какие-то вдруг аварии, что-то, они закрывают всю трассу? Мало того, что они в ужасном состоянии, они у нас одни из единственных. Новые задвижки выставили вместе с счетчиками, с тепловыми приборами. У них диаметр идет на 40 в метре. 50. Сколько? 50. Потом на 40 ставили. Диаметр самого счетчика идет на 40. Это у нас будут большие проблемы, я так подозреваю, зимой. Когда мы говорим о качестве, то, наверное, подразумеваем некие мировые стандарты, недосягаемые простым потребителем. Вот и льется из трубы ржавая холодная вода вместо горячей и пригодной для использования в быту. Вот и собираются жители вечером, чтобы обсудить эти неприятности. И недоумевают. Деньги платятся, задолжников практически нет. Так за что страдаем? А тут еще крики с детской площадки. Опять чей-то ребенок поранился. Хотя с такими игровыми устройствами это не мудрено. Очень есть травмы, когда детки сами себе руки ломают. Только чисто из-за того, что невозможно на них лезть. Там вообще карусель непонятного происхождения. Еще с советских времен стоит. И когда ее уберут, что-то будет ли у нас меняться, тоже неизвестно. Очень странно. КСК работает. Жильцы стараются содержать дом и дворовую территорию в порядке. Выполняют требования монополиста. А КПД практически равно нулю. Даже подрезку деревьев стараются переложить на КСК. Я говорю, пострадают ваши кобеля, это ладно. А если ребенок окажется, живой человек, машина всякая может произойти. И просто, ну, ссылается, делайте сами, убирайте. Но если я займусь деревьей, я вам скажу честно, сразу прокуратура займется мной. Терпение. Только терпение, как говорил Карлсон, и забирался к себе на крышу. Вот все, что делается внизу, его мало волновало. Но мы-то не Карлсоны. Нас-то как раз волнует быт и устроенность. Тем более, что в доме был проведен ремонт. Профилактику мы ждем два месяца. А потом то же самое. После профилактики что-то, должен быть какой-то результат. Кто это проверяет? Никто не проверяет. У нас был ремонт. Во время ремонта мы все понимаем, что ладно, ремонт идет, нет воды, это куда не шло. Но когда уже закончились ремонты, вода все равно, как была текла с холодного крана, так она и текет. Обращаясь в теплотранзит, они говорят, не пользуйтесь, тогда, говорит, не будете платить. Прав потребитель, что он должен платить за качественное обслуживание. А для этого нужны конкурирующие фирмы, чтобы можно было выбирать, кому, так потребителю же, конечно. Может и недоразумений станет меньше. Сергей Высокосов, Айдын Жакан, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский. Новый знак в аллее звезд в Караганде. Одной из достопримечательностей Караганды, которая по праву считается не только крупнейшим промышленным, но и культурным центром страны, является первой в республике уникальная аллея звезд искусства Казахстана, открытая в 2007 году. Предназначение этой аллеи – пропаганда творчества выдающихся отечественных деятелей культуры и искусства, воспитания казахстанского патриотизма. Первой в аллее звезд в 2007 году загорелась звезда несравненной Бибигуль Тулегеновой. Затем этой чести были удостоены Народная артистка республики Роза Рымбаева и легендарный ансамбль Дос Мукасан. А в 2010 году был установлен памятный знак в честь народного артиста Казахстана, обладателя ордена Парасад Кайрата Байбусынова. В нынешнем году эта традиция была возобновлена. В канун Дня шахтера в аллее звезд с участием Акима области Нурмухамбета Абдебекова был открыт пятый памятный знак в честь народного артиста Казахстана, лауреата государственной премии, одного из основоположников казахской современной песни, композитора Ескендира Хасангалиева. В торжественной церемонии предшествовал его творческий вечер. Мы поддерживаем деятелей искусства, ставших нашей национальной гордостью. Это наше данное уважение тем, кто внес исключительно вклад в развитие культуры нашей страны, кто своим великолепным творчеством и неповторимым мастерством на весь мир прославил наше Отечество, Республику Казахстан. Ескендира Хасангалиев является автором популярнейших песен, которые исполняют известные эстрадные певцы Казахстана. А знаменитые Эдемиау, Асыл Арман, Эмеримнин, Жазы, Атамикен полюбились не только казахстанцам, но и за рубежом. Мероприятие закончилось праздничным концертом перед Дворцом культуры горняков. Сергей Высокосов, Айдлин Жакан, Бахтия Роспанов, Первый, Карагандинский. В целях повышения качества знаний, развития функциональной грамотности и совершенствования подготовки учащихся в городском Акимате проводилось августовское совещание работников образования города Караганды. Августовское совещание прошло на тему «Инновационная стратегия образования как фактор устойчивого развития государства, общества и личности». На пленарном заседании подведены итоги 2013-2014 учебного года. Затронуты актуальные вопросы повышения качества образования. «В частных школах контингент учащихся благополучный, и родители заинтересованы в том, чтобы дети занимались. А вот в государственных школах у нас в основном школы не проходят аттестацию из-за низкого качества знаний». Перед началом совещания была представлена выставка «Система образования Карагандинской области. Достижения и инновации». Уникальные экспонаты были продемонстрированы школьниками. Уже в таком возрасте дети стремятся вносить свой вклад в развитие Казахстана. «Мы участвуем на международной выставке Экспо-2017 от 68-й школы. На данной выставке мы участвуем впервые. Мы пришли с учениками 9-8 классов. Тема нашей выставки – машина скорой помощи и спортивные машины». «Проведение международной выставки Экспо-2017 в Астане является одним из ключевых проектов Казахстана. Энергия будущего позволит привлечь лучшие мировые технологии». Республиканская акция «Дорога в школу» не прекращается. Она привлекает все новых и новых спонсоров. В 77-ю среднюю школу пришли к ребятам старые друзья из Казмарганца. Новый учебный год начинается задолго до 1 сентября. В эти дни больше всех волнуются родители. Ведь все они хотят, чтобы их ребенок был подготовлен к школе на все 100. Но сегодня не так просто повезти детей в школу. Приблизительно надо потратить на приготовление 1050 тенге. А если семья многодетная? Поэтому масштабная акция «Дорога в школу» и помогает родителям в сложных предсентябрьских ситуациях. «Очень много добрых, доброжелательных людей откликнулись на эту акцию и помогают нашим родителям собрать детей в школу». Все новенькое, все грустящее. Ранец так и просится на плечи. Сколько радости детям и сколько забот снято с плечей родителей. Каждый ребенок не должен чувствовать себя обделенным. Каждый ребенок должен почувствовать радость в день знаний. «Очень тяжело сейчас собирать детей в школы. Это очень затратно. Тем более дети все хотят лучше других выглядеть. Вы сами прекрасно знаете детей. Очень рада, что есть в наше время такая помощь. Пусть такая небольшая, но она действительно нужная. Хотелось бы за это еще раз поблагодарить. Пожелать детям успехов в учебе, родителям терпения, также и учителям терпения». Сергей Высокосов, Улжас Габбасов, Батья Роспанов, Первый, Карагандинский. Сегодня праздник у ребят. Сотрудники компании «Транстелеком» организовали благотворительную акцию в рамках республиканской программы «Дорога в школу» для детского дома «Таншулпан». В честь 15-летия компания «Транстелеком» в преддверии нового учебного года провела благотворительную акцию. А для сотрудников «Транстелекома» воспитанниками детского дома была организована праздничная развлекательная программа. Ученикам с 1 по 4 класс были вручены школьные принадлежности, спортивный инвентарь. Сегодня наша компания в честь республиканской акции «Дорога в школу» и в честь 15-летия нашей компании проводит данную благотворительную акцию в областном детском доме «Таншулпан». Целью данной акции является социальная помощь детям-сиротам. Это уже не первый случай, когда компания «Транстелеком» оказывает помощь нуждающимся. Компания является активным участником социальной жизни страны. «Транстелеком» не только организовывает благотворительные акции и концерты, но и помогает дальним населенным пунктам решать проблемы с подключением телефонов и интернета. Организация регулярно принимает участие в решении социальных проблем в нашей стране. Сегодня у нас в гостях спонсоры, мы очень рады нашим гостям. Это мероприятие посвящено одни узнания. Хотим, чтобы у нас побольше было таких гостей. Дети очень рады, благодарны, говорят большое спасибо. Оказывать помощь нуждающимся – дело святое. Сотрудники компании «Транстелеком» оказались не только лидерами в своей сфере, но и людьми, которые сочувствием относятся к детям-сиротам. С 22 по 24 августа в Восточно-Казахстанской области стартовал республиканский кубок по Казах-Кресе. Соревнование проходит в честь заслуженного тренера страны Монарбека Таутанова. Помериться силами съехались борцы со всего Казахстана. Среди них чемпионы республики, Европы и мира. Состязания проходили в течение трех дней. Победитель кубка получит в подарок новенький автомобиль. Лучшие спортсмены примут участие в турнире Евразия-Барасе, который осенью пройдет в Таразе. С 22 по 24 августа в Восточно-Казахстанской области прошел республиканский кубок по Казах-Кресе память Монарбека Таутанова. На турнире отбирались кандидаты на соревнования Евразийский барс. По итогам турнира я занял первое место. В планах защитить честь страны на Евразийском барсе. Ранее в Казах-Кресе не было возрастных и весовых ограничений. В настоящее время в данном виде спорта установлены определенные правила относительно единой формы и техники ведения борьбы. Форма борцов Казах-Крес несколько схожа с формой самбиста. В отличие от самов Казах-Крес, куртка имеет короткие рукава и небольшие нашивки на плечах. Цель схватки – бросить противника на спину. Лариса Хусейнова, Лжас Габасов, Бахтия Распанов, 1-й Карагандинский. И в завершении выпуска объявлением городского маслихата. Карагандинцев приглашают на очередные публичные слушания по наименованию нескольких улиц в Кунгее и в районе Старого аэропорта. Уважаемые карагандинцы, доводим до вашего сведения, что в соответствии с поступившим постановлением Акимата города Караганды о внесении на рассмотрение карагандинского городского маслихата материалов по присвоению наименований улицам города Караганды, постоянной комиссии по вопросам прав человека, законности, этики, наград, регламента, наименований и переименований карагандинского городского маслихата объявляются публичные слушания по вопросам наименований улиц микрорайона Кунгей, микрорайона городской аэропорт. В связи с этим приглашаем вас принять участие в публичных слушаниях, которые будут проведены 10 сентября текущего года в 18 часов по адресу город Караганда, улица Муканова, 41, здание химического факультета Каргу имени Букетова. Регистрация участников начинается с 17 часов. На этом наш выпуск завершен. Если у вас есть интересные информации, звоните нам по телефону 420649. Всего доброго. Аман Сауболгстар. Субтитры создавал DimaTorzok